Продолжать и приумножать спортивные традиции – задача современных динамовцев. В Омске на спартакиаде образовательных учреждений из 12 команд Анапская сборная института береговой охраны заняла 5 место по рукопашному бою в командном зачете, а в личном первенстве – одно второе место и два третьих. Учеба и постоянное занятие спортом – основные принципы института. А то, что себе нужно всегда в тонусе держать, ну вы знаете, можете лично с меня пример брать. Я без какой рекламы, но еще свои 55 лет, я готов 15 раз потянуться и, соответственно, пробежать кросс. Вы посмотрите натовских генералов, там ни одного генерала, которому под 60 лет нет с такими животами и все остальное, потому что все нормативы сдают. В эстафете по 800 метров бок о бок с курсантами и рядовыми участвовали офицеры, примером показывая, каким должен быть защитник Родины. Бег 100 метровка – 14,2 секунды, это на оценку 5. Трехкилометровый кросс – 12,3 минуты. И подтянуться нужно не менее 15 раз. В институте уделяется большое внимание в целом спорту, физической подготовке, поскольку наша задача преподавательского состава, руководства института – это подготовить наших будущих защитников Отечества, защитников наших рубежей, сотрудников органов госбезопасности крепкими, сильными и здоровыми, поскольку мы считаем, и все, наверное, об этом говорят, что наши курсанты – это золотой фонд нашего будущего. Трое курсантов, благодаря физической подготовке, полученной в стенах института, выполнили норматив мастера спорта. В перспективе таких достижений станет больше, поскольку руководство института планирует провести серьезную реконструкцию спортивной базы. Буквально в ближайшее время наш спортивный комплекс уходит на реконструкцию, и через год это будет современнейший спортивный комплекс в системе общества «Динамо», в системе Федеральной службы безопасности, и где мы можем проводить соревнования не только внутри института, но и с привлечением уже других спортсменов, студентов других вузов. Простые упражнения, такие как бег, подтягивания и подъем с переворотом, которые постоянно делают курсанты, держат их в тонусе. Таких богатырей, как говорится, голыми руками не возьмешь. И пока спортивной, физической и боевой подготовкой уделяется такое внимание, страна может спать спокойно. Границы на замке. Владимир Родин, Роман Карпов, Анапа-регион.